Что, ребята, третья точка нашего маршрута это пляж Чаралы. Вот смотрите, какие красивые цветы тут встречают. Чаралы это такой курорт рядом с Кимером. В основном здесь отели, выполнены в виде бунгало, здесь можно останавливаться с палатками. Такое сочетание, наверное, Качанга, где мы были, с горным Алтаем. Вот, кругом горы, классная природа и очень длинный, просторный, такой широкий пляж, который я вам сейчас покажу. Что касается самого пляжа, тут такая длинная льня, как вы видите, и с двух сторон она ограниченная горами. Это очень красиво, вода просто волшебная. Здесь есть немножко песочка вначале, потом идет мелкая галька, и вот здесь, соответственно, уже крупная галька. Что еще здесь интересного? Здесь рядом еще пляж Олимпус, то есть он практически соединен с пляжом Чаралы, но пляж Олимпус считается как пляж-музей. Туда вход 35 лир. Но, как мне сказали девочки, в хорошие времена, когда охранники грустят, то можно прямо по пляжу Чаралы пройти до пляжа Олимпус по воде, и у вас никто не спросит никаких денег. Так что вот такой вам лайфхак. А мы сейчас, наверное, все уже будем располагаться и купаться, наконец-то. Потом последний, наш четвертый пункт на сегодня, это гора Химеры. Так что смотрите дальше. Так, друзья, наконец-то мы добрались до финальной точки нашего сегодняшнего путешествия. Это гора Химеры. Она, между прочим, очень известна тем, что в теории, но я еще это проверю, именно отсюда взяли Олимпийский огонь. Здесь, на вершине горы, из земли проникает газ, который воспламеняется. И тут и там появляются маленькие огонечки. Ну, к чему слова? Давайте подниматься. Вход сюда не бесплатный, 9 лир. Так, мы сейчас засечем, сколько мы поднимаемся по времени и какой подъем в метрах по диминам суперспортивным часам. Это огромный парк Олимпус, который включает в себя как раз это место и все те интересные места, в которые мы были сегодня. Огромная просто территория. И вот эта желтая, желтая, это Ликийская тропа, по которой Дима когда-нибудь пройдет полностью. Дорога, конечно же, очень живописная. Выложена вот такими камнями, ступеньки выложены. И на протяжении всего пути нас встречают вот такие мусорные баки с указанием, сколько мы прошли. Правда, непонятно, что они указывают. По данным Димы, мы поднялись на 75 метров. Итак, друзья, осталось 50 метров. Мы прошли это расстояние чуть больше, чем за 20 минут. Подъем высоты 150 метров. Все, мы пришли. И сейчас будем искать, где же здесь языки пламени. Давайте выбирать. Вот здесь всякие постройки какие-то древние. Сейчас мы выберем себе огонечек и будем жарить сосисочки. Ты охраняй. Хорошо. Вот оно, наше место. Здесь уже кто-то жарил маршмеллоу. И вот это огни химеры. То есть, из-под земли выходят языки газа. Вот маленький язычок, вот побольше. Вот здесь есть тоже. Сосисочка. Одна у нас упала. Алиса, попробуй, скажи, как тебе сосисочки. Горячо, аккуратно. Куда ты все-то? Маленький кусочек куси. Газом прям пахнет. Прикольно. Мы пробуем различные способы обжарки сосисок. Ты цел? Это самый оптимальный, считай, Дима. Где газировка? Алиса хочет газировки, а я смотрю на закат. Пока жарится очередная партия сосисок, мы решили собраться с Алисой на самый верх и посмотреть самые последние огни, куда они идут. Здесь кое-где есть такие вот ложбинки, где раньше был огонь, а теперь огня нет. Пляж Чаралы, на котором мы только что были. Смотри, здесь малюсенький совсем огонь. Он малюсенький, но, видишь, рядом было побольше. Наверное, он сильнее раньше горел. Видишь, как все оплавлено. В общем, все четыре места, в которых мы сегодня побывали и которых я разделила на отдельные видео, ссылки внизу, достойно отдельного внимания. В каньон Гайнюк мы еще вернемся на целый день. Здесь, конечно, тоже чувствуется сила, какая-то мощь. Ведь не просто так в этом месте из земли горит огонь. Поэтому с удовольствием хочу рекомендовать вам этот маршрут. Ссылку на карту этого маршрута я оставлю также в описании. Спасибо, что были с нами. Мы пойдем доедать сосиски и спускаться вниз. Пока-пока. Всегда ваша. Мама на море. Субтитры создавал DimaTorzok